всем всем привет мои дорогие зрители рада вас видеть на своем канале а сегодня видео будет о том как я делаю гладку сделан такой легкий легкий макияж и хочу вам в этом видео рассказать просто как и чем я например сегодня именно мыла голову а что я буду наносить на лицо ну в принципе просто поболтаем а я сегодня использовал вот такой шампунь от кутрин сенситив он предназначен для нормальных для нормальной чувствительной кожи головы заявлено что не вызывает никакой аллергии особенно если у вас очень чувствительная кожа головы этот шампунь не содержит силиконов разных отдушек красительные и тому подобное считаю что он больше все таки подходит для нормального волос даже для сухих у них просто для нормальных волос чтобы их вымыть и и все и особенно конечно для чувствительной кожи головы дальше и сегодня я использовала вот такую вот маску от matrix total ресурс маска для интенсивного восстановления волос она мне тоже очень очень давно тут вообще уже просто пустая банка сегодня ее почти до конца добила еще буквально на один раз осталось матрикс мне нравится что биолаж матрикс что total ресурс очень хорошая вообще в принципе хорошая фирма и дальше я нанесу перед тем как буду делать укладку от matrix тоже биолаж форто терапия такой спрей что-то типа такого бальзама кондиционера несмываемого для укрепления слабых волос вот прям чтобы советовать его и чтоб это фаворит года месяц стал нет вот вот этот продукт точно нет и так что я всегда делаю перед тем как она начинаю красить например я помыла голову у меня так как я все равно умывалась просто водой я всегда свой любимый тоник беру ватный диск и протираю кожу лица обязательно тоником вы видели в покупочках сайфер вот такой вот гель прыщиков и у меня вы здесь над бровкой перед макияжем иногда я наношу увлажняющий крем для лица от гарнир либо вот такой вот сыворотку с гиалуроновой кислотой которая тоже заказала на и хер сегодня буду использовать такой вот тональный крем от норс и кисть от сигма ф80 конечно этот цвет немножко темноватый для меня сейчас и наверно больше все таки будет отходить мне летом сегодня мне захотелось именно его использовать вот на эту часть консилер и вот сюда я буду использовать вот эти вот тени из палетки beverly hills к сожалению не знаю номером вот так она выглядит чтобы брови ну чуть-чуть помягче были потому что когда вот эту помадку для бровей более мне кажется такой больше вечерний макияж с помощью этой помадки можно делать это более такой дневной это брови мне немножко почетче чем вот это например внизу что-то с ней последнее время не так кстати напишите мне в комментариях какие вам больше допустим видео нравятся такие разговорные когда я крашусь и параллельно с вами общаясь либо просто макияжный например под музыку что вам больше нравится все равно немножко темноватые брови наверное получились у меня но вместе с моими волосами будет смотреться мне кажется гармонично сейчас я использую вот такую вот базу под тени вот nyx купила очень очень давно ее и она мне очень нравится я считаю что это недорогой вариант и очень хорошо ложатся на нее тени буду наносить вот такие вот тени от color tattoo от Maybelline в 35 номере сейчас покажу вам как они выглядят вот такие вот они такие то ли бронзовые но коричневатые сейчас попробую кистину мне кажется что пальчиком будет лучше их наносить постараться их как бы более лучше растушевать именно пальчиком потому что эти тени от как бы вам сказать от тепла руки пальчика они более такие покладистые покладистые становятся конечно мне эти тени нравятся потому что они очень очень долго держатся на веке кажется на лето вообще очень классный вариант по моему весна лето будет здорово во первых то что жара они будут очень хорошо держаться и не будут сползать с вашего глазика попытаюсь сейчас их растушевать и также нужно обязательно на нижние века нанести так тени у нас все теперь тушь как всегда я использую тушь от макс фактор 2000 калорий можно еще совсем совсем маленькие стрелки добавить но я сегодня не буду добавлять никаких стрелочек контурирование сегодня на лице я не буду делать совсем нанесу тени от кларанса такие вот розовенькие в оттенке 02 кэнди румяно-кремовые мне очень нравится такой они придают лицу очень свежий отдохнувший вид и дальше нанесу вот такой вот хайлайтер от NYX в оттенке 01 первым совсем-совсем чуть-чуть буквально капельку такая была более сияющей кожи такой знаете эффект как будто я приехала с курорта вся такая загорелая отдохнувшая забыла вам сказать то что всегда вот у меня даже чуть-чуть осталось я наношу такой в стике витамин е и на губы и под глаза сегодня не нанесу потому что когда снимаешь видео не все всегда пытается ну не то что пытаешься а забываешь показать на ночь я его даже наношу то есть выше захожу за края своих губ чтобы они вокруг губ тоже витамин е питал мне кожу мне очень нравится один вот у меня уже закончился а другой у меня сломался но такая вот корявая штука у меня здесь осталось ну вот очень хорошая хорошая вещь можете оставить либо так блеск либо нанести помаду в нюдовом оттенке как-то красная помада больше отходит на второй план вот нюд конечно всегда мне кажется всегда будет в моде как и джинсы наверное вот у меня от мэйбелин вот такая вот есть помада в номере 620 вот таким вот образом она выглядит сейчас вам покажу сводч ну вот так вот она на губах честно говоря но она так не очень смотрится в предыдущем видео о макияже собираясь со мной вы могли видеть у Диваж есть помада в номере 3710 вот таким вот образом она выглядит но я ее предлагаю не наносить вот таким вот сильным слоем а просто такими похлопывающими похлопывающим нанесением и тогда у вас будет губы просто чуть-чуть немножко розовее как будто это ваши натуральные а также на ежедневное использование да даже в принципе на вечер можно использовать такую вот очень-очень хорошо увлажняющую помаду от NYX в оттенке 115 сейчас вам покажу как она выглядит вот таким вот образом она выглядит достаточно вот она такая темноватая но тоже можно либо более насыщенно нанести либо похлопающими движениями и от Guerlain Shine Automatic в номере 740 вот такая вот золотая приятная помада вот таким вот оранжевым цветом именно она очень будет классно на лето либо уже на такую теплую весну сейчас покажу вам как она выглядит вот она такая вот помада на губах вы ее тоже видели в моих видео морковные тона в этом сезоне будет очень-очень в 2015 году тоже очень модная решила нанести вот такую вот помаду очень-очень такая мне кажется свежающая больше как бальзам кажется эта помада от NYX очень-очень хорошо увлажняет присмотритесь кстати к этим помадам от NYX в принципе мой макияж закончен больше ничего на лицо наносить не буду и приступим к укладке итак на волосы я сейчас нанесу от Biolash такой спрей и так волосы я высушила сушила просто вот расческой тангл тизер просто в разные стороны просто чтобы они у меня были сухими я не буду там какую-нибудь замысловатую делать прическу но я хочу сделать такой вот очень-очень аккуратный хвост я распределяю на вот такой вот пробор пробор у меня будет с левой стороны и дальше я хочу немножко у корней сделать начес вот сделала начес вот сделала начес и дальше у меня вот матрикс такая вот пудра она у меня уже наверное больше года ее здесь сколько 5 по-моему 5 грамм 7 грамм вот ну ее очень-очень надолго хватает дальше я буду использовать от гарнир фрутис невидимая моделирующая паста для этой пасты вот такая вот она белая совсем-совсем чуть-чуть и немножко как бы приглажу волосинки которые торчат вот здесь по бокам их уберу вот собираем все это аккуратно вот буду я сегодня использовать такую резиновую резинку да она полностью из резины сделана и вот затягиваем вот хвост ну что в принципе вот такой вот у меня получился образ конечно если я допустим какую-нибудь рубашку надену или например серое пальто мне кажется такой вроде бы простой но такой и строгий вариант мне кажется искусство на самом деле тоже сделать очень такой аккуратный хвостик чтобы было это красиво